Кадровый состав теневого правительства это его слабое место. И появление, собственно, той же Натальи Королевской, которая ассоциируется с крайне непопулярной пенсионной реформой, которая была начата правительством Азарова. И, по сути, эту же политику продолжает нынешняя власть по демонтажу социальных гарантий и социальному дефолту государства. То есть отказу государства от социальных обязательств. Именно тот же Борис Колесников, ну, уже из злой языки шутит о том, что заседание теневого кабинета будет проходить в поездах Hyundai Intercity. Поэтому, как раз кадровый состав, разношерстность, безусловно, допустим, та же достаточно мощная фигура Грищенко, это профессионал, дипломат, вопросов никаких нет. Допустим, в своих регионах популярны и достаточно имеют высокие рейтинги Вилкул и Допкин. Но, допустим, целый ряд персонажей в составе теневого правительства, публики, абсолютно ничего не говорит. То есть это люди, ну, мягко говоря, пустые. И вот в этой ситуации, ну, собственно, с одной стороны шлейф прошлого, с другой стороны, невыразительность самого ряда фигур является безусловно проблемным моментом в работе теневого правительства. Спасибо. Спасибо.